Всем привет! С вами снова Бучер и, как вы видите, на улице уже весна, скоро новый скейт-сезон, будут новые скейт-видосы и прочее. Поэтому сегодня я расскажу вам, как выбрать доску. Особенно если вы новичок, это видео будет вам максимально полезным, я думаю. Погнали! Так, что я хотел сегодня вам сказать. Во-первых, ребят, доска это такая штука, на которой желательно не стоит сильно экономить, потому что вы можете купить откровеннейший китайский шлак, от которого не то что желание кататься пропадет, вы вообще на скейтборд в жизни не станете после этого, потому что эти доски настолько говно. Потому что я бы лично, даже вот, блядь, злишь ему врагу не посоветовал этот хлам. Так, ребят, если ваш бюджет около 5-6 тысяч рублей, вы спокойно можете с любого скейт-шопа или даже с официальных групп этих брендов заказать себе комплит от Union или комплит от Footwork. Это отличные доски, особенно для новичка. Новичку этого комплита хватит вот просто за глаза, чтобы понять, нужно ли ему это вообще, хочет ли он дальше кататься, не хочет. Ну и тут не будут такие кардинальные потери, если вы соберете уже прям достаточно профессиональный лютый комплит любого другого шопа и будете как бы на нем учиться. Поэтому, ребят, если ваш бюджет 5-6 тысяч, вы можете пойти в любой скейт-шоп и купить себе уже готовый сразу же комплит под себя. Также вы можете спокойно зайти на какую-нибудь торговую площадку типа Авито или Юлы. Там поискать скейтборд. Смотрите, ребят, при выборе бюджет-борда, во-первых, ну хотя бы немножко подтяните знания своих скейт-брендов, чтобы не наткнуться на лютейший Китай и как бы не протерять деньги впустую, да? Ну и что ж самое главное при выборе комплита? Смотрите, во-первых, все ребра, ну, стейл, они должны быть без вмятин, без чипов. Чип это вот, смотрите, вот такой вот приколючек, только он должен еще отлететь полностью, и тут не будет куска доски. Такие доски лучше не брать новичку. Ну, серьезно, просто потратите бабки, а потом опять новую доску покупать. Ну, что-то не прикольно. Встречаетесь с продавцом и смотрите уже всю доску. Смотрите, чтобы не было трещин каких-то серьезных, кардинальных. Смотрите подвески. Смотрите также трещины на базе, потому что некоторые подвески имеют свойство отрезкаться вот в этом районе, и это будет не очень клево. Если они немного потертые, это все нормально, потому что это подвески, на них скользят и по-другому не как. Дальше смотрите на колеса, чтобы они не были квадратными. Даже если они, допустим, подстертые, но не квадратные, это нормально. Все так катаются. Ну и главное подшипы, чтобы они крутились нормально, как бы не скрипели. Ну, меня не скрипят, потому что я дебил и доску вообще не чищу никогда. Также можете искать на той же Юлии Авито спокойно комплиты футворка, юниона и прочих нормальных таких скейтовых брендов. Потому что люди, которые покупают себе доску, иногда имеют такое свойство, что они покатаются, упадут пару раз и поймут, что это как-то не для них, что ли. Ну и выставляют их на Авито, поэтому всегда можно там найти их дешевле. Ну, а теперь, я думаю, можно перейти не к новичковой тематике, а к более продвинутым райдерам. Допустим, у вас уже появился бюджет, там, наверное, ну около тысяч, там, 10-15 может на скейтборд. И вы можете переходить уже к полноценной сборке его скейтборда. Тут же я могу посоветовать уже вот более-менее продвинутым людям в плане покупки нового комплита или новых комплектующих вообще. Первым делом доска. Тут уже кому какие нравятся, серьезно, можете просто пересмотреть кучу видео, каких-то обзоров на эти доски. Ну, я по себе скажу, я типа никогда не гнался за дорогими досками. Я вот катаюсь на футворке или на футворке карбоне. Они прикольные, мне нравится их форма, и у них всегда есть широкие размеры. Дальше уже перейдем к подвескам. Это уже отдельная тематика, серьезно. Потому что подвески бывают как и облегченные, так и тяжелые, так и всякие разные, короче. Про модели, не про модели. Тут уже смотрите сами. Если вам нужны низкие подвески, берите какие-нибудь тенсоры лоу или что-нибудь типа такого. Но я не любитель тенсоров, у меня была пара, мне они не очень зашли лоу-версии. Но достаточно хорошие, качественные подвески. От себя лично могу посоветовать только одно. Это, блядь, Инденпентенс. Лучшие, блядь, подвески в мире, серьезно. Я сам катаюсь на Индиках, это Инди. Они у меня года 2014, наверное. И это подвески просто неубиваемые, серьезно. Это люто, но это дорого. Сейчас это дорого, но это очень хорошие подвески. А теперь мы перейдем плавненько к колесам. Колеса я могу вам посоветовать от себя. Лично два бренда. Это Spitfire и Richto. Они, блядь, шикарные. Они не квадратятся, они стираются равномерно. И они есть куча расцветок, потому что люди не всегда выбирают себе детали. По типу пришел в бордшоп и забрал, что было первое на пол. И остаются три самые последние детали, без которых как бы ваш скейтборд не поедет. Логично. На шкурки, вот серьезно, не переплачивайте за шкурку, это тупо. Вот просто возьмите обычную, черную, стандартную от любой компании. Они все, блядь, идентичные, серьезно. И вот сколько шкурок уже, сколько досок я уже перекатал, шкурка всегда идентичная. И с этим не поспоришь. Следующий пункт, это винты. Винты бывают шестигранные и на крестовую отвертую. Это вы уже думаете сами, кому удобнее. Ну и самое главное, как бы элемент из всех вот этих трех, это подшипники. На подшипниках, как бы, экономить с одной стороны не стоит, а со второй, ну, как-то тоже не стоит. Потому что, ребят, подшипники, это такая вещь, которую, блядь, очень сложно все время у кого-то стрельнуть. В последнее время, по крайней мере. Поэтому просто возьмите какой-нибудь комплект табок седьмых подшипников. Допустим, флип, шейк джан, да что вообще угодно найдете, которая будет вам, как бы, удобно по цене. Так, ребят, видео подошло к концу. Я надеюсь, оно было вам полезно, потому что, ну, как бы, сезон уже скоро. Достаточно много людей новых идут на YouTube и ищут информацию по выбору скейтборда. А скейт-каналов, как вы видите, не так уж то и много на всей платформе. Поэтому вот. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Бучер. Катайтесь, развивайтесь. А теперь, пожалуйста, подпишись на меня и поставь свой лайк. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok